Добрый день, доброе утро, уважаемые зрители канала Любовь о Никве. Я еду на такси, на работу. День чудесный. Сегодня понедельник. Да, понедельник день не очень приятный, а вот сам день, погода в этот день замечательная. Небо голубое, редкие облака, жарко, больше 30 градусов будет. И, честно говоря, в такую погоду не хочется ехать на работу. В такую погоду хочется ехать за город, или на море, или в лес куда-нибудь. В общем, в такую погоду хочется отдыхать. Я хочу отдыхать, я уже не хочу работать, я имею в виду. Но, знаете, грешно иногда повторять мне это, желание эти вслух, потому что, к сожалению, у многих людей, у некоторых здоровье, они болеют. И я вот уже двоих знаю, кто болеет этими страшными болезнями, пневмонией. И эти люди думают сейчас о том, как бы выжить. Но мы эгоистичны и думаем о другом. Просто человек, такое существо, он хочет, чтобы все это ужасное закончилось быстро, может быть, по щучьему велению, быстро, по щелчку пальцев. Ну, наверное, так не бывает. Я на работе, пришла в свой офис, и сейчас буду заниматься разноской документов. Уже пора сворачивать все и заполнять формы. Ну, например, статистическую форму, квартальную, 2МП, и отправлять ее. Осталось всего 5 дней, а у меня еще не все данные внесены. Но я стараюсь сохранить спокойствие. Данные внесены не только по моей вине, а еще я не одна. Много людей сдают данные для того, чтобы была информация полная и объективная. И вот, дорогие друзья, я работаю. И даже уже не мечтаю об отдыхе. Смотрю видео. Вчера провела, позавчера я видео смотрела об отдыхе. А вчера я занялась ремонтом веранды, и удачно все это провернула. Веранда симпатичная. Красота, порядок там. Косметический ремонт. Все убрано, все побелено, покрашено там. Красота. И все. Вот так, дорогие друзья. Прошли выходные в трудах домашних. И как-то к дому так привыкаешь, и на работу выходишь, в понедельник не можешь отойти еще от домашних дел, от домашней жизни. Но, тем не менее, работать надо, зарабатывать нужно. Деньги. И так, неделя началась. Сегодня понедельник. Даст Бог, чтобы все, и вторник, и среда, и все было, чтобы работать и жить, жить и работать. Уважаемые зрители, и чего и вам желаю. Чтобы вы тоже так же успешно работали, не переживали дома, без работы, без денег, без средств существования, а чтобы была возможность выходить и зарабатывать деньги. Это сейчас очень важно, насущно. Это даже важнее, чем поехать в отпуск, потому что тут уже все серьезное пошло, все дела. Дорогие друзья, вот и наступило время обеда. У меня сегодня на обед очень простые вещи. Я все, что забросила в полиэтиленовый мешок. У меня сегодня колбаса, порезанная, вареная и огурчики. Все это без... Ну, без майонеза, например, огурчики. Почему? Потому что колбаса соленая, а огурцы не соленые. И очень сочетание такое приятное. Я проголодалась. И вот эта простая пища, мне кажется, очень вкусной. Я уже не знаю, как питаться. Пробовала ходить в столовую, но, честно говоря, я начала бояться. Я пришла в пятницу туда за учвучмаком. Народу никого нет. Я спрашиваю девочку-поварику. Я говорю, у вас... народу мало, потому что еще по времени мало, а рано. Она говорит, нет, никто не ходит, все боятся. У нас же сейчас в Казахстане и в городе не коронавирус, а пневмония двусторонняя, заразная, атипичная, что ли. Люди заболевают и летальные исходы. В общем, ужасно, страшно. Я подумала, лучше я их дома буду дать. Корочку хлеба. Колбаска вот. Это что есть? На десерт у меня курага курага и чай зеленый. Вот такой обед. Я, честно говоря, стала по-настоящему бояться, когда опасность стала так близко. Ужас. К сожалению. И вот курага. Курагу я покупала в светофоре. На 750 тенге целый килограмм. И мне надо ее съесть одна. Вот я ее ем, на работу беру. А дома так не хочется. Сладкая аместа конфет. И все как бы полезно. Ну, колбаса, может быть, не очень полезная. Ну, огурчики, курага. Вот такой обед у меня.